На несколько дней областной центр оказался под прицелом видеокамер почти десятка детских телевизионных студий. Юные корреспонденты, редакторы, монтажеры и видеооператоры из разных уголков страны приехали в Иваново на первый всероссийский фестиваль детского телевидения имени Миронова. Мы готовились, то есть, ну, во-первых, мы тщательно изучили программы, то есть готовились к мастер-классам, которые будут, просматривали кто, ну, как-то детей подготавливали к этому, делали визитку свою, снимали, чтобы рассказать о нашей студии. Все съемочные группы разделили на части. Корреспонденты Нижегородской студии «Один дома» совершили экскурсию по единственному в России заводу, который выпускает парашютные системы для спортсменов и десантников. Задача ребят не только посмотреть, что и как делать на очень ответственном производстве, но и подготовить новостной сюжет. Мы им предоставили возможность творить, организовав им творческие командировки. Основная задача – это практика. С этой целью мы и организовали это мероприятие, с этой целью мы пригласили специалистов телевидения, специалистов по видеосъемке, специалистов по монтажу, режиссеров. Пока дети учатся, у них есть возможность попробовать себя и в качестве корреспондента, и телеведущего. Любые навыки в жизни могут пригодиться. У каждого начинающего телевизионщика есть свои любимые темы для сюжетов. Мне больше нравится ездить в школы на репортажи, потому что там мы ездим, ищем каких-то особых детей, которые умеют делать что-то такое необычное, либо какой-то праздник, которого нет в других школах, там как-то по суперскому его отмечают. Вот это мне нравится снимать. В то время, пока юные журналисты занимались просмотром отснятого материала и монтажом сюжетов, руководители студии смогли поговорить о недетских проблемах детского телевидения. Трудности у всех, как правило, одни – недостаток финансирования и проблемы с размещением новостных блоков и программ в эфире. Каждая студия справляется с трудностями по-разному, но все руководители одинаково стремятся сделать телевидение интересным, и в первую очередь для самих детей.